Один голос в общем музыкальном потоке роли не играет. Но именно когда эти голоса сливаются воедино, получается музыка. Также и болельщики, только объединившись вместе, обретают нужную силу для поддержки любимой команды. И именно такой мощнейший энергетический заряд за эти 10 дней получил и Минск. Большую спортивную команду вторых европейских игр можно разделить на две сборных – атлетов и болельщиков. Каким каждая из них запомнит Минск, узнаем у них самих. Ваш стадион «Динамо» очень большой и просто поражает. И люди замечательные, очень поддерживают и аплодируют. А еда – просто супер. Когда я бежала на «Динамо», это был лучший момент, который я запомню. Спортивная волна заполнила и улицы города. Во время велогонок фан-сектор превратились даже тротуары. Догоните! В отличие от других стран, когда мы приезжаем на соревнования, там мы просто заселяемся в отеле и просто сидим и ничего не видим. В Минске не страшно выйти, посмотреть, погулять. Мы здесь как у себя дома. У нас есть олимпийская традиция. Мы меняемся значками с друзьями из других стран. На европейских играх много друзей нашли? Ну вот, Франция, Австрия, Германия, Беларусь, конечно. Беларусь? Так и переводили дух. Отличное соревнование. Элвин в них установила сразу два национальных рекорда, и это в 14 лет. 14? Да. После соревнований и болельщики, и спортсмены заполняли фан-зоны. Самая большая развернулась у Дворца спорта. Чё, Белоруссия! Вива Литалия! Вива Лапаста! В топе популярности, судя по скорости продаж билетов, пляжный футбол. На трибунах все дни аншлаг. И самыми громкими оказались хозяева. Беларусь! Беларусь! Вот приехал к вам на европейские игры. И очень хочу снова приехать в Минск. И уверен, ещё приеду и не раз в ваш прекрасный город. На Грибном канале также было жарко. Трибуны поддерживали свои любимые команды. Венгрии, Швеции, Литвы, России. Изо всех сил. Забавный атрибут болельщика. Он маленький, кажется безобидный, но вот что он делает. Орден болельщика сборной Венгрии также. И как вам здесь? Это очень хорошо. Мы любим Беларусь. Ваша страна чем-то похожа на Швецию и пейзажем. Сами соревнования на высоком уровне. Удобно организованы. Всё идеально. Мы приехали из Венгрии специально на Греблю. Минск замечательный город. Мы здесь впервые. Увидели и посетили много интересных мест. Например, ваш исторический музей, а ещё красивые парки. Были на баскетболе, поддерживали наши команды. Женскую сборную в Беларуси. И третье место, я думаю, не без болельщиков пошлось. А теле болельщиков в гущу с партийной борьбы переносила международная команда. Она же занималась освещением европейских игр в Баку и Олимпийских игр. Мы, журналисты, на вторых европейских играх привыкли работать на бегу, но телеоператоры пошли дальше. Точнее, поехали быстрее. Они задействуют даже мотоциклы для съёмок соревнований на байдарках и кануэ. И вот этот объектив был разработан специально для Тур-де-Франс. И в гём встроена стабилизация. Они очень редкие. Онлайн-вещание ведут с воды. Самое сложное – работать при сильных волнах. Удержать нужно не только камеру, но и нужный режиссёру план. И с воздуха. Квадрокоптер передаёт сигнал сразу в трансляцию с помощью этого рюкзака. Это работа без права на ошибку. Анатолий, мы с вами сейчас находимся на крыше. Почему здесь? Я вижу, что здесь стоит сразу несколько камер. Отсюда кадры получаются хорошие? Не только кадры. Это наша камера основная. Камера один с виртуальной графикой. Мы используем эту камеру для того, чтобы мы могли видеть на финише, как финишируют спортсмены. Мы подкладываем флаги стран. А вот чтобы угнаться за велогонщиками на треке, операторам приходится идти на особые хитрости. Во время гонки здесь, на велотреке, телеоператорами в какой-то степени становятся даже спортсмены. На некоторых велосипедах сзади установлена вот такая небольшая экшн-камера. И таким образом спортсмен снимает всё, что происходит за ним. Это камера-паук. Благодаря ей гонщики никогда не выпадают из вида. Это очень сложный механизм тросов. Такая техника не дешёвая, и мы её задействуем только на очень масштабных событиях. Всем известно, что лучшие кадры получаются с воздуха, а точнее, с вертолёта. Именно он летал над стадионом «Динамо». Во время церемонии открытия и закрытия игр. Да, так как события по-настоящему масштабные, то и в квадрокоптер превратили вертолёт МЧС. Это камера с тройной стабилизацией. Это только объектив, а всё оборудование внутри вертолёта. Я управляю камерой с помощью этого джойстика. С этой же камерой я работал на Олимпиадах в Пекине, Лондоне, Рио и Баку на первых европейских играх. Эти игры, вторые, европейские, пробудили в нас эмоции, которых мы так долго ждали. Это радость от завоёманных медалей, горечь от поражений и всёобщее настроение праздника. Сами посмотрите, вот так болельщики, не жалея сил, срывая голос, поддерживают свои любимые сборные. Да, игры заканчиваются, атлеты разъезжаются в свои родные страны, но навсегда с нами останутся именно вот такие эмоции, которые в нас пробудили вторые европейские игры. В главном эфире Ян Пашкевич, Надежда Сербиненко и Тимофей Гамзунов. Редактор субтитров А.Семкин